так громко сделала максимум если изображение звук есть пожалуйста в чате плюсики поставьте так какие вижу вроде бы все слышно видно так у нас время 1102 сегодня у нас понедельник 5 февраля как всегда начнем мы на 5 минут позже подождем пока все подключатся и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начнем, как всегда, с графиков... Продолжение следует... 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 тоже был хороший вариант здесь неплохо взять так начну сейчас по вопросам пройдусь так добрый день так про пятницу вопрос день день задался отчет так вроде и не было пятницу закрыл минусе в небольшом утром третянул на фьючат потом почти болит вали валютой отбился покажу его покажу его позже так дальше вопрос сергей сишка вниз пойдет стоять пятница тянул ося если слышали я утром сказал что скорее всего сишка пойдет наверх как мне кажется переключился я сейчас на си тут вроде бы стали кидать в шорт по валюте пятерочка видите прошла в данный момент видите сишка обновилась свою трениха и идет вниз так что потерпите может 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 и пойдет обновилась так вопрос сергей добрый день почему не торгуете не ликвид но не люблю торговать не ликвид я вообще торгую только те инструменты которые вы видите потому что на больше у меня не хватает или глаз или мозгов непонятно в том году еще вел мастер-классы торговал и моекса поиска и мечел мы практически все газпром целом конечно было более-менее но тяжко когда ты смотришь на 15 20 метров сейчас тяжко всего отслеживать а что не пошло не ликвидах потому что я торгую большей мере какие-то отскоки а это лучше происходит на вот тех инструментов которые вы видите ртс и там валюты сбербанк сбербанка она не ликвидах нужно искать какой-то трендовый день заливаться по тренду и тянуть позицию чтобы заработать у меня так не сильно получается мама обновила свой максимум опять локальный сбербанк тоже тащит наверх пока без сделок пока смотрю последняя сделка была вот смотреть на валюту от 56 700 в short здесь выставился айс причем айс там большой там правда что у него больше десяти тысяч я как бы прям от него стоял шарта ну ну и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 так вопрос сергей не знаете ли можно ли выбирать цвет для уровней в стакане сейчас посмотрю так не так не скажу в отображение зашел в общем если вы здесь покопаетесь то возможно что не подберете но мне кажется что я я не я не вижу здесь именно на уровне в стакане цвета в чем настройка постройка находит отображение это можно поменять цвета какие-то элементы нашего стакана но если там нету не пишет то может быть и нету вообще и 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 приключился пока на ртс сбербанком видим что пока боковин какого-то такого основания на вход я не вижу нефть видите у нас на уровне 68 сбоковила тут диапазоне буквально 20 пунктов стоит самый правый стакан самый правый график пока ожидаем какого-нибудь движения так вопросы пришли так сергей если в ленте проходит большой объем по продажам то рассматриваете шорт а если покупку он правильно да правильно но очень важный момент на каком уровне это рассматриваем то есть и кластера и ленту правильно смотреть момент прохождения каких-то сильных уровней то есть подошли к уровню и дальше мы смотрим уже по скорости и по объемам в ленте там будет пробой или будет отскок главное это где смотреть мы потом тоже когда если вы уже тянете позицию то просто если будет смотреть на на ленту на кластера вам будет гораздо легче либо удерживать но ваш вашу позицию либо наоборот скинуться вовремя потому что вы в реальный момент времени видите что происходит сейчас ли какая-то ситуация будет на уровне то я вам покажу просто чуть позже мастер-класс начался когда у нас сишка там как бы смотрите по валюте пошли довольно большие покупки но на валюте сверху поставили айсберг на 56 700 приключусь ну вот 56 700 вот стоит сверху айсберг на 66 тысяч в него то есть там по ленте проходили большие покупки но она не залегалась потому что стоял айсберг то есть и в тот момент когда как бы скорость ленты в покупку она уменьшилась и перестали кидать объема я зашел в шорт по сишке и пошла цена вниз то есть я просто как бы смотрел по интенсивности работы ленты и все на хороший вопрос сергей если нет возможности зарабатывать на бытке зачем тогда курсова проводит но вопрос на рынке ко мне там техподдержку не я придумал и курсы не еду если бы я их вел я бы вам наверно ответил так что вопрос к тому кто их ведет задавать так кто знает как свека с график перетаскивать там какая-то горячая клавиша есть я честно говоря не помню сам как вам не пользуюсь у ребят спрашивали она вот control зажимаешь вот вам ответ спасибо ребят так сбербанк опять покупают неплохо пока что не были ясны на рынке только первый там час движения когда мы хорошо ходили сейчас вот все так боковит непонятно и поэтому пока пока без сделок как бы быть без сделки тоже довольно тяжело руки чашется хочется куда-нибудь залезть но нет ситуации мы ничего не совершаем я в пятницу тоже я не было ситуации этом на совершал сделок как всегда там даже видео записал потом тоже нарезку покажу это же пока стоим и значит это так вопрос на пробить или отскок в пластерном анализе какой какой временной интервал ориентироваться я смотрю все на пяти минутах если мы ставим боковике то мне приходится переключаться на другой временной интервал видите как сейчас 15 минут чтобы понимать что что происходит в общем то есть пять минут в принципе для всего хватает если у вас кластера более-менее развернуты например когда какое-то медленное движение или мне нужно посмотреть что происходит там вообще внутри я могу переключиться даже на минутку момент движения чтобы посмотреть какие были последние усилия но в целом пятиминутка на пробой отскок вполне хватает еще вам скину парочку видео там где у меня пробой отскоки где я на паузе показываю именно по объемам в ленте что происходит сейчас не будет такой ситуации это просто дам видео посмотреть сейчас смотрю на валюту ртс боковике сберег боковике там пока без сделок смотрю только сейчас на валюту на сишку так добавить еще участников добавляю смотрите как по ленте видите кидаешь шорт по валюте тут стоит подставляешь на 56 600 проели его так да похоже мы тут что-то прозевали чуток так еще одна их до ее дизэк м дизэк Продолжение следует... 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 на сегодняшнюю торговую сессию под видео это одно видео я кидал вам ссылочку да ну а а На акциях маленькая просадка, потому что на акциях часто отдаю много. Поэтому специально себе поставил такую жесткую просадку, чтобы если делать какие-то сделки, сделать их в плюс. Если я маржинул акции, ну, чтобы я не расстраивался. Потому что было несколько месяцев, когда у меня фьючи в плюсе, валюта в плюсе, а на акциях лось. И этот лось настолько жирный, что он перекрывает мои профиты по другим площадкам. То есть это и есть анализ своей торговли. Некоторые анализируют и убирают инструменты, которые не получаются. Некоторые убирают целые площадки или по ним, по крайней мере, минимизируют. Какой вы ставите стоп-лосс процентов? Ну, у меня нет стоп-лоссов процентов, ребят. У меня стоп-лосс, он ставится за объем какой-то. В среднем получается... Сейчас переключусь. Так, на сбере 100 тысяч в шорт поставили, скорее всего, спуфер. Да, снялся. Ребят, вот мой ВКонтакте. Здесь для новичков полно всяких нарезок. В том числе, прошлые всякие мастер-классы есть. То есть, кому интересно, там, про ленты и про кластера, а тут есть, как бы, прямо разборы... Ситуации. Ну, вот, например, тоже нарезка у меня такая у нас есть. Про стоп-лосс сейчас я отвечу. Еще просто не успел. Сообразить. То есть, какие мысли вообще у меня по поводу стопов и рисков? То есть, первое такое правило у меня довольно жесткое. Если это не какой-то там мегаварик, а просто обычная сделка, то я стараюсь в одной сделке не рисковать. Вернее, не рисковать настолько, что если я получу лося, я легко могу его покрыть одной-двумя профитными сделками. Если я торгую в таком соотношении, то я довольно себя свободно чувствую в течение дня. Если где-то я взял лося, я понимаю, что я его легко отобью. То есть, в каждой сделке рисковать таким процентом, чтобы это никак не повлияло на твой торговый день. То есть, если тебя отстопило, ты понимаешь, что один-две сделки, ты легко отобьешься. Ну, если не будешь тельтовать. Это первый момент, важный. Второй момент. Я из-за того, что использую кластера и уровни, я все время стараюсь ставить стоп-лоссы в таком варианте, чтобы они не исполнялись. Но в среднем это получается все равно 20-30 пунктов. Бывают сделки, но крайне редко, где там стоп-лосс один пункт. Например, сегодняшний был, например, утром по тому, да, вот этого айсберга. Вот, видите, ситуацию я показываю. То есть, был реальный айсберг, мы были на уровне, то есть, там был стоп маленький, и соотношение здесь могло быть вообще колоссальное. Вот, на этих ситуациях не так часто происходят. Так, вопрос про ВКонтакт. Сейчас я дам ссылку. Копировать. Вот. Ссылка ВКонтакте. Ссылка ВКонтакте. Боковид больше похоже сейчас на пробой вниз. Нужно было вот выше стоять, примерно вот отсюда с 56-900, чтобы сейчас не дергаюсь, уже тянуть зеленку. Пока просто смотрю. Ничего не делаю. Два с половиной процента нормально на сделке стоп-лосс. Это вопрос. Два с половиной процента от чего? От вашего депозита. Второй вопрос. Сколько сделок вы делаете в среднем в день? Два с половиной процента. Два с половиной процента от чего? Видимо. от суммы сделки вообще не понимаю то есть есть стандартный расчет риска это какой-то процент от вашего депозита вариант безопасный этого рискуете каждый день пятью процентами вашего депозита дальше вы берете среднее количество ваших сделок в день по вашей системе допустим это сделает допустим это 10 и делите их на ваш риск я знаю что рискованные трейдеры как ларри вильямс так далее они готовы рисковать 20 процентами в день но они также рассчитывают то есть я примерно так считаешь допустим если у меня допустим маржин колл допустим 1000 рублей в день да я хотя бы делю его на 5 частей чтобы у меня была хотя бы возможность совершить 5 сделок то есть в каждой сделке я буду рисковать на 200 рублей или конечно можно поставить на на кон все и рискнуть сразу в одной сделке на всю тысячу тут просто странно есть конечно какие-то ситуации как там типа мега варите у каждого свои которые можно залиться там гулы но это опять же тоже отдельная песня нет то есть можно так делать только с вас есть какая-то подушка безопасности с 1159 смотрю может быть то ли переход то ли не то ли пробой пока не пока непонятно сбербанк опять подошел к своему этому айсбергу пока там ничего не происходит подушка безопасности вторая почка ну да вариант неплохой такая фраза восходящий тренд это но он у всех свой восходящий тренд и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok